Первая новость этого выпуска будет со знаком минус. Минпромторг не видит смысла перезапускать программы льготного кредитования автомобилей, что в принципе логично. На перегретом рынке продление субсидий лишь спровоцировало бы лишний ажиотаж. В начале года из бюджета было выделено 9 миллиардов рублей, которых хватило лишь до апреля. Правительство выкроило дополнительные 5 миллиардов, но Минпромторг посчитал, что льготные кредиты россиянам сейчас не требуются. Зато упомянутый Минпромторг при поддержке Минэкономразвития пообещал россиянам грандиозные скидки на электромобили, но только российского производства. Понятно, что таковых сейчас просто нет, однако, видимо, должны появиться. Максимальный размер дисконта для покупателей аккумуляторного транспорта составит 25%. В денежном выражении выгода будет достигать 625 тысяч рублей при расчетной стоимости автомобиля на уровне 2,5 миллионов. По замыслу чиновников, до конца 2023 года программа будет распространяться на покупку машин крупноузловой сборки, в том числе с применением аккумулятора иностранного происхождения. С 2024 по 2025 годы поддержку получат машины, собранные по полному циклу со сваркой и окраской кузовов или с отечественной батареей. С 2026-го лишь российские электромобили, оснащенные местной АКБ. Параллельно власти займутся развитием инфраструктуры. В ближайшие годы планируется построить и ввести примерно 3 тысячи быстрых зарядных станций, а до конца десятилетия их число вырастет до 27 тысяч. Первым легковым электромобилем российского производства, если не вспоминать мелкосерийные ВАЗовские и Лады, вполне может стать Тольяттинская Зетта. Напомним, что субкомпактный двухместный хэтчбэк разработала одноименная компания, что не смогла запустить серийный выпуск модели из-за недостатка финансирования. Но теперь ситуация, похоже, улучшилась. Во всяком случае, об оживлении проекта заявил аж глава Минпромторга Денис Мантуров. Напомним, что машинка имеет каркасно-панельную конструкцию кузова, несущая система сварена из стальных труб, а внешние панели отформованы из стеклопластика. Производитель обещал, что новинка может стоить около полумиллиона рублей, а реальный ценник мы узнаем через несколько месяцев, когда состоится запуск производства. Редактор субтитров А.Семкин